Как монахини усмиряли свое влечение к мужчинам? Верующие люди, желающие посвятить себя служению Всевышнему, отрекаются от мирской жизни и отправляются жить в монастырь. Подобный образ жизни подразумевает отказ от всех наслаждений и соблазнов, которые могут отвлечь от праведных дел. В общем понимании, монашество первоначально имело место быть именно среди буддистов. Основной традицией буддизма на момент его зарождения как раз было самоотречение. Многие историки считают, что монашество зародилось именно на востоке, откуда после распространилось на запад. Таким образом, первым монахом был египтянин Анатолий Великий, он же святой Анатолий. Он стал отшельником, постепенно переселившись в область пустыни. В условиях сложных для выживания из-за отсутствия пищи и нормального крова он боролся со многими искушениями и лишениями. Позже к нему присоединилось немало отшельников, перенявших подобный образ жизни. Другие же монахи обитали в пещерах, гробницах, заброшенных постройках. Со временем таких отшельников становилось все больше. Монашество завоевало популярность среди христиан. В конце концов, это привело к тому, что в 323 году на территории Египта был возведен первый монастырь, в котором стало проживать около 40 монахов-мужчин. Поэтому христиане, дав обет монашества, обязаны жить в отшельничестве. На что же и идут эти люди, чтобы преодолеть естественные человеческие желания? В целом, способы преодоления своих желаний у мужчин и женщин практически не имеют отличий. Если же говорить сугубо о монахинях, то в средние века их не особо жаловали, если вдруг выявилось, что у одной из послушниц не хватает веры. Чтобы вытравить все непристойные мысли, наставницы назначали ей самую грязную и трудоемкую работу. Такая послушница драила помещения, в которых обитали ее сестры, занималась приготовлением пищи, ухаживала за скотом. Усталость отвлекала и не давала сосредоточиться на порочных желаниях. В случае особого непослушания на монахиню надевались вериги. Это кованые цепи, которые причиняли боль при ношении. Такие муки должны были выместить из сердца непослушной монахини любые мысли о противоположном поле. Конечно, способы борьбы с собственным телом современных монахинь не столь радикальны. Однако тяжелая работа до сих пор является одним из наиболее действенных методов. Также монахини не имеют какой-либо связи с внешним миром, будь то интернет или телефон. Они лишены возможности как-либо украшать себя, что также влияет на их образ мыслей. И, конечно же, все это не обходится без многочисленных молитв, помогающих развить полную покорность и отречение от желаний плоти. Субтитры создавал DimaTorzok